Вот любят нам затягивать гайки, да? Казалось бы, наоборот, надо расслабиться, чтобы люди попроще отнеслись впоследствии под эту перетрубацию легкой экономической. Ну ладно. Решили у нас побороться с пьянством. В 1986 году тоже попробовали это сделать, ничего не получилось. А сейчас людей запугали тем, что ездить на автомобиле вообще стало невозможно, потому что в организме человека не должно быть совсем алкоголя. Так ли это на самом деле? Так вот, на каждую закручиваемую гайку необходимо найти ключик. И ключик мы найдем вместе с Миннесенским центром Возрождения, который располагается напротив арены Металлург. Вы видите, да? Как у меня оператор умно сработал. Вот и телефончик указан. Но еще я немножко от себя добавлю. Возрождение вам тоже будет необходимо. К примеру, когда вы прилетите из-за рубежа, потому что, извините, Магнитогорск расположен все-таки почти на 400 метров выше уровня моря. Поэтому плавная реабилитация и умная консультация, и все это здесь. Так сколько может выпить человек, чтобы у него на следующий день прибор ничего не показал? Ну, ответить на этот вопрос не так-то просто. В силу того, что содержание алкоголя на следующий день после употребления у каждого человека носит чисто индивидуальный характер, что зависит от энного количества, естественно, причин, в том числе и от крепости, от количества принятого алкоголя. Ну, условно говоря, для здорового, соматически здорового человека употребление крепких спиртных напиток до 200 мл в промежутке до 6 часов вечера, ну, в процентах 92, оно безопасно в плане содержания алкоголя на следующий день в размере 0. Если человек съездил в гости, если по дороге его остановил, ну, не магнитогорец, это точно, потому что магнитогорская милиция, она нас и бережет, и заботится о нас, и ему для суда дают некую бумажку, где показано, что вот сельский врач установил содержание алкоголя, допустим, 0.5 промил. Кому доехать? Ну, во-первых, так сказать, эта бумажка не имеет юридической силы. Медицинское свидетельствование производится только в тех организациях, которые имеют соответствующую государственную лицензию. Что касается нашего города, то здесь лицензию на проведение мета-свидетельствования, и где оно в основном проходит, имеет психоневрологическая больница, если мне не изменяет память, наркологический диспансер, и передвижная машина для свидетельствования водителя на состоянии опьянения. Больше у нас в городе нет. Что касается, опять же, если где-то фельдшер что-то написал, что там 0.5 промил и так далее, и на основании этого, так сказать, будут выноситься какие-то заключения о состоянии водителя, был он пьян или не был пьян, то чисто юридически это незаконно. Мало того, если в дальних и ближних весях, так сказать, ну, условно, в какой-то деревне вас остановили, заподозрили у вас состояние опьянения, помните, что в течение двух часов вы можете обратиться в областной наркодиспансер, сдать все биологические среды на содержание алкоголя и доказать в судебном порядке, что если алкоголя нет, что его не было однозначно. Это будет подтверждено документально и проведено в достаточно высоком профессиональном уровне. Вы можете определить, как, кто, где и как грамотно оформлю документа, чтобы люди не бегали по юристам, которые не являются наркологами? Ну, безусловно, так сказать, мы сталкиваемся с этой тематикой практически ежедневно и, естественно, в ней разбираемся. И можем изначально оценить на основании протокола, который выдан, так сказать, либо каким-то лечебным учреждением, имеющим лицензию, либо еще где-то, так сказать, есть ли вообще резонт связываться, обращаться в суд и так далее. Либо его просто-напросто нет. То есть мы можем дать оценку тому акту мета-свидетельствования, который будет предоставлено. Юрист опытный берет 15 тысяч рублей просто за то, что вы пришли к нему. Ваши услуги сколько стоит? Ну, я думаю, что максимальная такая консультация будет стоить 2,5 тысячи рублей. Но здесь будет уже сказано, что да, здесь есть резон обращаться или его абсолютно нет. И давайте теперь все-таки каждому автомобилисту, чтобы он успокоился, покажем те приборы, которые успокоят его и дадут возможность спокойно, употребляя алкоголь в ограниченных количествах, затем уже ездить и не напрягаться. Ну, вообще, что касается, так сказать, передвижения наших граждан на автомототранспорте, то, конечно, лично мое мнение, что предварительно желательно исключить употребление любых спиртных напитков. Это просто-напросто опасно как для самого водителя, так и для окружающих его людей. Но если все-таки такая... И в этом плане, конечно, инициатива президента, она разумная, так сказать, я думаю, будет принята нашим обществом. Но если в то же время, так сказать, ну, произошла какая-то ситуация, праздник был там, именины, ну, все что угодно. И человек все-таки выпил. Для того, чтобы иметь стопроцентную уверенность, или, по крайней мере, очень высокую уверенность в том, что содержание алкоголя в организме минимальное, надо приобрести вот такие вот приборы. Это алкотестеры. Продаются они в крупных магазинах бытовой техники. Ну, я вот покупаю эти приборы либо в сети Эльдорадо, либо в сети Техника. Вот эти они полупрофессиональные приборы. И стоят они, ну, подороже, скажем так, для обыкновенного любителя. Смыслы в покупке таких приборов. Есть они подешевле. Предварительно, перед тем, как сесть за руль, надо просто-напросто думать, и прибор здесь на шкале покажет содержание. Ну, прекрасно, садись, родной, держай. Будь уверен и спокойен. Не должно быть никакого мандража, что где-то сотрудник ГИБДД махнет палкой, и ты будешь, так сказать, думать, ну, все, попал.